Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра. Автор Петер Людвиг. Психологи уверяют, на смертном адре человек чаще сожалеет о несделанном, чем о сделанном. Люди говорят об упущенных возможностях, о том, что могли бы успеть в жизни больше. Но почему-то, когда нужно было делать то, что нужно, человек занимался совсем другим. И упрекал себя за это, при этом продолжая игнорировать выполнение необходимых дел. Так проявляет себя прокрастинация. Прокрастинация – это откладывание выполнения необходимых или желаемых дел. Термин появился в психологии около 40 лет тому назад. Но само явление известно человечеству с давних времен. На латыни прокрастинус означает «принадлежащий завтрашнему дню». Прокрастинацию изобличили еще в Древнем Риме. Великий Сенека предупреждал «пока мы откладываем жизнь, она проходит». Главная причина, по которой нужно бороться с прокрастинацией – потеря времени, самого бесценного в жизни ресурса. Его можно тратить с большей пользой. Тренер по личностному росту из Чехии Петр Людвиг рассказывает о нескольких простых, но действенных способах борьбы с прокрастинацией, которые подходят для людей любого возраста и профессии. А самое главное – автор объединил эти способы в встроенную систему. Каждый инструмент по отдельности может оказаться эффективен, но только применяя их вместе вы получите долгосрочный эффект. Что скрывает прокрастинация? Причины прокрастинации можно условно разделить на две группы – психологические и физиологические. Первые обусловлены тем, как человек воспринимает себя и окружающий мир. В этом смысле они субъективны, а значит могут быть изменены. Вторые от человека не зависят, они обусловлены физиологией, заложены природой. Остановимся на психологических причинах. Что чаще всего люди говорят в оправдании, когда откладывают выполнение дел. Для кого-то такая отговорка работает. Но действительно ленивый человек не будет переживать по поводу невыполнения дел. Тот, кто откладывает дела, испытывает чувство беспокойства, угрызения совести. В результате возникает ощущение собственной беспомощности. Все вместе вновь приводит к ничего не деланию. В итоге получается замкнутый круг, который необходимо разорвать. Я не отложил выполнение дел, а просто решил отдохнуть. Еще одно заблуждение. Отдых – это времяпрепровождение, заряжающее вас энергией. Во время прокрастинации энергия теряется. А чем меньше у нас осталось внутренней энергии, тем больше вероятность того, что дело снова будет отложено. Мне нравится все делать в последний момент. Это повышает мою продуктивность. Состояние Аврала, безусловно, является мощным стимулом к работе. Но выполнение задания, когда сроки на носу, всегда стресс. Работа в стрессовой ситуации чревата ошибками, которые порождают упреки. Это сказывается на эмоциональном состоянии, желании чего-то делать. Согласитесь, выполнять работу с радостью и получать за нее заслуженную оценку всегда приятнее. Но это не единственные причины прокрастинации. Петр Людвиг заглядывает в истоки нежелания делать то, что нужно. Он обращается к главному органу человека – мозгу, а точнее неокортексу и лимбической системе. Первый отвечает за рациональное начало в жизни человека. Его условно можно назвать внутренним командиром. А вторая управляет эмоциями. Командир дает указания – подготовить отчет прямо сейчас. Но лимбическая система не спешит его выполнять. Задание вызвало определенные негативные эмоции, возникающие как естественная защита. В результате исполнение приказа откладывается. Почему? Рассматриваемые части мозга сформировались во время эволюции не сразу. Считается, что лимбическая система появилась раньше неокортекса. Это значит, она более сильная. Таким образом, изначально в человеке заложен риск к откладыванию выполнения дел. Но есть хорошая новость. Эту особенность можно преодолеть и научиться управлять собственными реакциями. Для этого нужно развить в себе саморегуляцию. Люди с хорошей саморегуляцией умеют командовать собой и подчиняться самому себе. Далее мы узнаем, как развивать саморегуляцию. А пока заметим. Если какой-то орган в теле человека не работает, то постепенно утрачивает свою силу. Яркий пример – мышцы ног космонавтов. Даже после непродолжительного пребывания в состоянии невесомости они теряют способность удерживать вес. Вернувшись на Землю, первое время космонавты не могут ходить. Им требуется специальная реабилитация. Оказывается, сила воли, казалось бы, понятие неосязаемое, тоже требует постоянной тренировки. Ее можно и нужно развивать, качать как мышцы. Хотите перестать откладывать дела на потом? Узнайте, как решить проблему комплексно. Петер Людвиг предлагает рассмотреть четыре базовых элемента. Это основа личностного роста. Представленные ниже понятия являются единым целым, поскольку связаны между собой и в буквальном смысле тянут друг друга вперед. Работая над каждым из них, вы станете гармонично развитой личностью. Итак, победить прокрастинацию можно, если уделять постоянное внимание следующим элементам. Мотивация. Самодисциплина. Результаты. Объективность. Узнаем, что стоит за этими понятиями, и познакомимся с инструментами, которые их развивают. Больше, чем мотивация. Прежде чем человек совершит действие, у него возникает желание его совершить. Желание – это набор позитивных эмоциональных состояний, ассоциирующихся с действием и его результатом. Таким образом, вызывая определенные эмоции, можно перевести себя в состояние, за которым последует действие. Осталось лишь выяснить, как вызвать у себя такие эмоции. В целом, эта задача решаема. Нужно наблюдать за собой и фиксировать, что включает вас в работу. Результатом станет список мотиваций. Как правило, в таком списке оказывается то, к чему вы стремитесь. Мотивация «к» или метод пряника. И то, чего вы опасаетесь. Мотивация «от» или метод «кнута». Но это только одна сторона вопроса. Чего ждать от мотивации? У мотивации как набора внешних стимулов есть ряд недостатков. Будучи внешними, они часто идут вразрез с внутренними желаниями. Человек вынужден делать то, чего не хочет. В результате он не получает удовлетворения. Снижается эффективность труда. Подавляется творческое начало и желание учиться. Замечено, что люди, которые учились в школе ради оценок, после получения аттестата не стремятся к знаниям. Как правило, когда исчезает внешнее давление, человек перестает что-либо делать. А что если определить большую и значимую цель и каждый день ярко представлять ее? Такая мотивация тоже работает. Человек, у которого есть цель, сильно отличается от тех, кто зависит от внешней мотивации. Ведь он делает что-то, потому что действительно этого хочет. Но что происходит, когда цель достигнута? Как долго вы радовались после сдачи экзамена в школе? Ваши ощущения через два дня после покупки автомобиля были такими же сильными? В психологии есть понятие «гедоническая адаптация». Оно означает быстрое привыкание человека к результатам достигнутой цели. И так обычные подходы к мотивации не приводят к долговременному эффекту. Петер Людвиг предлагает не искать сиюминутные способы поднять настроение, а сформировать личное видение. Это более долговременный инструмент. Он запускает в человеке правильное внутреннее состояние, удерживающее его в нужном русле. Личное видение как магнит тянет нас в будущее, туда, где мы хотим оказаться. Путь как цель «Нет никаких причин не следовать зову сердца», так сказал Стив Джобс студентом Стэнфордского университета, уже зная о своем смертельном заболевании. Осознание конечности жизни помогло ему начать делать только то, что действительно важно. «Самая большая ценность – это время. Оно уходит безвозвратно. Осознавшие это тратят дни очень бережно. Они знают, чему хотят посвятить отпущенный им срок. У них есть личное видение жизненного пути». Подчеркнем, личное видение возникает из ответа на вопрос, чему я хочу посвятить время своей жизни. Оно направлено на настоящее и позволяет получать удовлетворение от самой деятельности. Это мотивация пути, а не результата. Хотя, безусловно, цели полагания никто не отменяет. Цель становится рубежом. Отличие в том, что к цели человек стремится как к таковой, а рубеж – это промежуточная веха, пересечение которой дает сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Итак, чтобы успешно бороться с прокрастинацией, нужно выбрать подходящий тип мотивации. Внутренняя мотивация пути обладает рядом преимуществ. Ей присуще то, что есть у мотивации целями. Отсутствует гидоническая адаптация, и человек испытывает чувство удовлетворенности настоящим. Мы чаще чувствуем себя счастливыми здесь и сейчас. И это помогает нам двигаться вперед к новым рубежам. Но как сформировать мотивацию пути? Развиваем личное видение. Существует ряд методик, помогающих сформировать личное видение. Очень важно выполнять их самостоятельно. Автор рекомендует начать с личного свод анализа, который выявит ваши сильные и слабые стороны, а также возможные угрозы со стороны внешней окружающей среды. Разделите лист бумаги на 4 части. Первый квадрант – озаглавьте сильные стороны. Второй – слабые стороны. Далее – возможности и угрозы. Впишите в каждый по 10 характеристик. Впоследствии вы будете использовать сильные стороны для реализации своего видения. Слабые стороны потребуют вашего внимания. Как правило, это мины замедленного действия, сбивающие нас с курса. С ними нужно работать, развивать их. Уделяйте 80% времени сильным сторонам и 20% слабым. Возможности – это шансы, которые нас окружают. Их может быть много или мало, в зависимости от особенностей психики и умения видеть открывающиеся перспективы. Важно расставить приоритеты, выбирать только ключевые направления. Это поможет избежать ловушки под названием «паралич решения». Замечено, что как только у человека появляется возможность выбора, вероятность того, что он застрянет на этапе принятия решения, возрастает. Наконец, анализ угроз будет полезен, чтобы избежать неприятных ситуаций. Часто мы чего-то боимся, но это что-то не происходит. Другими словами, если подумать об угрозах в спокойной обстановке, можно устранить страх будущего и уменьшить беспокойство по этому поводу. Затем составьте список личных достижений в жизни. Пусть их будет не менее 20. Пишите все, что приходит в голову. Объясните, почему вы этим гордитесь. Такой список будет заряжать вас позитивными эмоциями каждый раз, когда будете его перечитывать. Дополнительно проанализируйте виды деятельности, которые вас мотивируют. Петр Людвиг выделяет четыре типа. Развивающая деятельность. К ней относятся занятия спортом, здоровый образ жизни, образование. Деятельность, создающая наследие. Это то, что останется после нас. Например, воспитание детей, посадка дерева, строительство дома, написание книги. Деятельность, выстраивающая отношения. Человек-существо социальное. Формирование отношений с семьей, друзьями, коллегами тоже может быть мотивирующим. Альтруистическая деятельность. Помощь людям или обществу на добровольных началах. Альтруизм заложен в человеке от природы. Подведем мини-итог. Мотивация пути более сильная, чем мотивация внешними факторами или целью. Она запускается и удерживается личным видением. Чтобы его сформировать, существует ряд инструментов. Личный свод-анализ, список достижений, мотивирующие виды деятельности. Но одного личного видения недостаточно. Нужно еще научиться ему следовать. Причем каждый день. Здесь важна самодисциплина. Сам себе командир и подчиненный. Если прокрастинация поселилась в вашей жизни, сама по себе она не уйдет. Чтобы перестать откладывать выполнение дел, требуется волевое усилие, самодисциплина. Прокрастинация и самодисциплина – два взаимоисключающих понятия. Ниже вы узнаете, как развивать самодисциплину. Управлять эмоциями сознательно. В основе самодисциплины лежит саморегуляция. Человек, способный к саморегуляции, буквально дает себе команды и выполняет их. Сам себе командир и подчиненный. Неспособность к саморегуляции приводит к прокрастинации. Более древняя структура мозга, лимбическая система, оказывает на нас более сильное влияние по сравнению с молодым неокортексом. Саморегуляция – это умение управлять эмоциями сознательно. Оговоримся, не заглушить эмоции в себе, а поставить их на службу. Сделать так, чтобы они не тормозили нас при принятии решения и переходе к действию. В качестве иллюстрации рассмотрим модель слона и наездника, широко используемую в современной психологии. Говорят, что в каждом человеке живут два существа – непослушный слон и наездник, который им управляет. Слон – это и есть символ наших эмоций, а наездник – разум. В этой модели размер слона и наездника хорошо иллюстрируют пропорции влияния на человека лимбической системы и неокортекса. От слона не избавятся. Поэтому придется научиться управлять им. Еще точнее, направлять его по маршруту нашего личного видения. Для этого потребуется эффективно с ним взаимодействовать. Когнитивный ресурс – это наше все. Саморегуляция зависит от когнитивного ресурса. Это потенциальная энергия наездника и его способность управлять слоном. Теперь представим, что нужно убедить себя в необходимости совершить действие. При этом энергия будет расходоваться. В результате когнитивный ресурс может истощиться. Наездник потеряет способность управлять слоном. Что произойдет дальше? Слон будет управлять наездником. Он идет туда, куда хочет. Смотрит сериалы, сидит в одноклассниках, курит, выпивает, ест на ночь, покупает ненужные вещи на распродажах, прокрастинирует. Как избежать истощения когнитивного ресурса? Во-первых, пополнять его в течение дня. Здесь хорошо работают превентивные меры. Мы заранее их запланировали и не допустили истощения ресурса. Это могут быть короткие передышки. Например, прогулка по парку, занятие йогой, несложная физическая работа. Ресурс зависит от нутриентов. Поэтому стакан сока, фрукты также хорошо обновляют ресурс. Во-вторых, увеличить мощность когнитивного ресурса. Сравним его со стаканом воды, который в течение дня опустошается. Важно не только доливать воду в стакан, но и работать над тем, чтобы он стал больше. Чем мощнее когнитивный ресурс, тем сильнее наездник. Но как это сделать? Вырабатывайте в себе правильные привычки. Маленькими шагами к ежедневным переменам. Дело, которым необходимо заняться, может вызывать эмоциональное отвращение. Разумом мы понимаем необходимость его выполнения. Однако негативные эмоции отталкивают от его выполнения. Они могут возникать на уровне подсознания, когда мы не осознаем наличие такого эмоционального барьера. Но они возникают и пугают нашего слона. И чем сложнее задача, тем выше эмоциональный барьер. Слон испугался и встал. Дела откладываются. Но эмоциональный барьер можно научиться преодолевать. Вот суть подхода для решения этой задачи. Снизить начальный эмоциональный барьер. Установить минимальную планку. Слону проще будет справиться с низким препятствием. Сделать 20-30 повторений. Довести выполнение до автоматизма. В результате выработается привычка. Постепенно увеличить препятствия. Преодолеть большое препятствие, которое раньше вызывало отвращение. Таким образом предлагается разбить большую задачу на маленькие, не вызывающие эмоционального отторжения. Каждый день решать одно из них. Подчеркнем важность регулярного повторения маленьких шагов и постоянное увеличение их сложности. Постепенно повышая планку, вы будете увеличивать мощность когнитивного ресурса. Чем мощнее ресурс, тем более сложные задачи вы решите. Допустим, человек решил заняться бегом. Если он выйдет на тренировку и пробежит сразу большое расстояние, то ничего кроме боли в мышцах и усталости не получит. Еще 2-3 таких пробежки и энтузиазм иссякнет. Человек вернется к привычному образу жизни. Но если начать с маленькой дистанции, пусть это будет несколько сотен метров, вы получите заряд бодрости. Затем на этой позитивной волне повторите пробежки 20 раз. Они станут вашей привычкой. Вы начнете постепенно увеличивать дистанцию, например, на 20%. Так бег станет частью вашей жизни. С помощью этого метода можно научиться рано вставать, вести активный образ жизни, правильно питаться, избавиться от вредных привычек. Говоря о последних, можно постепенно уменьшать количественный показатель привычки. Например, сокращать число сигарет, выкуренных в день. Можно также увеличивать эмоциональные барьеры на входе. Например, убрать закладку Facebook в браузере, если вы хотите избавиться от бессмысленного просиживания в социальной сети. Следуя принципу маленькими шагами к ежедневным переменам, вы научитесь получать удовольствие от неприятных дел. Это ключевой инструмент для развития самодисциплины. А теперь познакомимся с техникой, помогающей следовать этому принципу. Список дел, которому хочется следовать Не спешите относиться к списку дел скептически. Да, многие ведут подобные списки. То, что они не всегда работают, тоже верно. Петер Людвиг предложил иной взгляд на этот метод. Он преодолевает разрыв между рациональным неокортексом и сильной лимбической системой. Новый подход к введению списка дел занимает 3 минуты в день. В основе метода простая таблица. В ней две части – шапка и содержание. Шапка состоит из двух строк – навыки и лимит. В первой строчке кратко указывается название позитивного навыка, который вы хотите сформировать, или вредной привычки, от которой намерены избавиться. Это навыки, отвечающие вашему личному видению. Кстати, регулярное чтение личного видения – одна из позитивных привычек. Но навыки нужно как-то измерять. За меру навыка отвечает вторая строчка в шапке. В ней указывается минимальный объем, своего рода лимит, который вы обещаете выполнить по данному навыку. Это может быть время, число, баллы. Например, вы намерены раньше просыпаться и быстрее вставать из постели. В первой строчке шапки напишем «Подъем». В этой же колонке на строке ниже – «Раньше 7.30». Обратимся к основной части таблицы. Содержание таблицы состоит из нескольких колонок. Их число отвечает количеству навыков плюс 1. Дополнительная колонка содержит дни месяца. Таким образом, каждая строчка таблицы – это один день из вашей жизни. Как работать с таблицей? Каждый вечер отмечайте в ней выполнение поставленных задач. Если лимит выполнен, закрасьте соответствующую клетку зеленым цветом. Нет – красным. В клеточках желательно указывать и фактическое выполнение. Например, вы встали утром в 7.20, а планировали в половину восьмого. Значит, помечаем клетку зеленым и пишем 7.20. Хорошая идея – завершать таблицу колонкой «Потенциал дня». Здесь вы будете оценивать, насколько полно смогли реализовать свой день, выполнить поставленные задачи. Оценивайте потенциал дня в баллах по шкале от 1 до 10. Если в строчке только зеленый цвет, значит потенциал всего дня выполнен. Маркируем последнюю колонку зеленым цветом. В противном случае – красным. Таблицу важно ввести в бумажном варианте. По мнению автора, в этом случае шансы, что человек обратится к списку, повышаются. Он рекомендует начать с 4-6 навыков. Метод начнет приносить результаты в течение нескольких дней. В последующие месяцы по мере вашего роста количество навыков можно увеличить. Постепенно можно повышать и требования к себе, изменяя лимиты. Маркировать клеточки можно, например, цветными точками. Один из секретов введения такого списка – регулярность. Вы регулярно будете напоминать себе о желаемых навыках, начнете их вырабатывать – это станет вашей позитивной привычкой. Указывайте реальные для выполнения лимиты, тогда эмоциональный барьер будет низким, а выполнение задания не вызовет отвращения. Но введение списка – это только один из инструментов. Борьба с прокрастинацией потребует от вас личного мужества и даже героизма. Закаливаем героизм. Слово «героизм» означает исключительный поступок, который человек совершает в чрезвычайной ситуации, рискуя своей жизнью. Но в контексте преодоления прокрастинации речь пойдет о другом, но близком по сути. Так сложилось, что мы существуем в определенной зоне комфорта. Удобная одежда, комфортное жилье, работа, приносящая моральное и материальное удовлетворение, развлечения, знакомые люди, с которыми приятно общаться и так далее. Здесь можно говорить о физической и социальной зонах комфорта. И вот в чем загвоздка. Чтобы реализовать личное видение, придется выходить из этих зон. Большинство действий для реализации личного видения находятся вне зоны комфорта. Чтобы открыть собственный бизнес, нужно научиться находить нужных людей и договариваться с ними о сотрудничестве. Чтобы пробежать марафон, необходимо регулярно тренироваться, невзирая на погоду. Чтобы создать отношения, нужно познакомиться. Другими словами, вам придется делать то, что ранее вы не делали. Возможно, избегали этого или просто не задумывались над этим. Выход из зоны комфорта всегда связан с негативными эмоциями. Человека, который покидает ее, можно считать героем. Героями не рождаются, ими становятся, говорят в народе. Героизм можно тренировать. Он повышает шансы на выполнение списка задач. Вот что отличает героев от остальных. Всегда отличается от других. Способен покинуть толпу и стать первопроходцем. Не беспокоится, что о нем подумают или скажут другие. Начинает с самого неприятного для себя в данный момент. Следует правилу самураев. Начинает действовать до пятого удара сердца. Выход из зоны комфорта превратил в свою страсть. Смело покидайте зоны комфорта, как социальную, так и физическую. Помните, кто умеет выходить из них, живет полноценной жизнью. Это важный шаг к удовлетворенности жизнью. Итак, мы узнали, что является фундаментом жизни без прокрастинации. Это самодисциплина. Развивайте ее. Не бойтесь покидать зону комфорта. Но в жизни всякое бывает. Что делать, когда что-то пошло не так, как вы задумали? Здесь недалеко и до депрессии. Уныние – верная спутница прокрастинации. Узнаем, как не допустить первое и не попасться на удочку второй. Перезагрузка хомяка Бывают ситуации, когда мы ощущаем себя несчастными по разным причинам. Чаще всего это информация из внешней среды. Например, новости в СМИ. Или неприятные воспоминания из прошлого. Наконец, химические процессы в нашем мозге. Защитный механизм природы В мозге есть отдел, который называется менделеевидное тело. Он считывает из внешнего мира сигналы опасности и запускает негативные эмоции. Этот механизм призван защитить нас от внешних угроз. В современном мире человек оказался в информационном потоке со знаком минус. Мозг реагирует на эту информацию. В результате человек начинает игнорировать позитивные сообщения. Становится пессимистом. И это заразно. Обратите внимание, о чем чаще всего говорят люди при встрече. Они жалуются. Образуется замкнутый круг. Человек начинает чувствовать себя беспомощным, смиряется с существующим положением вещей, впадает в депрессию, ведет себя как хомяк из эксперимента. Однажды в коробку с прозрачной крышкой посадили хомяка. Он попробовал выбраться. Много прыгал, но каждый раз ударялся о крышку. На следующий день грызун продолжил попытки, но снова потерпел фиаско. Через два дня хомяк прекратил прыгать. Экспериментаторы открыли крышку. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что животное даже и не пытается больше покинуть коробку. Состояние, в котором оказался хомяк, получило название «выученная беспомощность». В аналогичном состоянии, которое провоцирует негативные эмоции, может оказаться и человек. Понаблюдайте за собой. То, во что верили раньше, потеряло смысл? Появилась апатия, когнитивный ресурс на нуле, ничего не хочется делать? Ощущаете безысходность? Фокусируетесь только на отрицательных моментах? Это значит, вы поймали хомяка. Состояние выученной беспомощности – еще одна из частых причин прокрастинации. Как выпрыгнуть из коробки? Люди склонны размышлять о прошлом, настоящем или будущем. Это не новость. Кто-то больше размышляет о прошлом, а кто-то о настоящем и будущем. Те люди, которые думают о прошлом в негативном ключе, впадают в депрессию. Дурные воспоминания порождают дискомфорт, который еще больше усиливает ориентацию человека на негативное прошлое. Возникает еще больше сомнений. Тучи сгущаются. Хомяк попался. Первый шаг выхода из депрессии – думать больше о будущем в позитивном ключе. Перестать цепляться за прошлое. Тренируйте свой мозг, чтобы лучше представлять перспективу. Разожгите в себе пламя личного видения. Оно станет вашим светом в конце туннеля беспомощности. Но одного этого недостаточно. Второй шаг – изменить свое отношение к прошлому. Для этого воспользуйтесь еще одним инструментом. Он называется «внутренняя игра». Эта техника основана на теории адекватной реакции на внешние импульсы. Ее родоначальником является всемирно известный австрийский психолог Виктор Франкл. Он прошел все ужасы нацистских концлагерей. Виктору удалось остаться в живых, а опыт пережитого он перенес в психотерапевтическую практику. Психолог утверждал, выбор реакции на внешний импульс всегда остается за человеком. Радоваться жизни при любых обстоятельствах. Рассмотрим, как применять внутреннюю игру на примере неудач. Предположим, у вас в жизни случился негативный опыт. Вы потерпели фиаско. Уверенность в себе понизилась. Появилось ощущение беспомощности. Это естественная реакция. Но теперь, вместо того, чтобы дать ей развиться, замените мысли на позитивные. Воспринимайте провалы как необходимую часть на пути к успеху. Ищите позитивное в том, что с вами произошло. Ваша реакция на события – ваш выбор. Учитесь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Внутренняя игра – это умение сознательно заменять негативные импульсы на нейтральные и позитивные. Используйте этот инструмент. Он поможет вам избежать прокрастинации. Оценим себя объективно. Человек воспринимает окружающий мир на основе ментальных моделей. Так называются правила, по которым действует мозг. Они сформировались по мере взросления и отражают наше представление о том, как устроен мир. А ментальные модели отвечают реальности? В какой мере мы можем объективно оценивать сами себя? Я знаю, что я знаю, а что не знаю. Психологи выяснили, что субъективные представления могут заменять объективную реальность. Известен случай, когда американец МакАртур Уэллер ворвался в помещение двух банков, оснащенные камерами видеонаблюдения, среди бела дня, и при этом на нем не было маски. Конечно, полиция вскоре задержала преступника. Уэллер был в недоумении. Я же намазал лицо соком. Незадачливый преступник был убежден, если намазать лицо лимонным соком, камеры его не зафиксируют. Его вера в истинность этого факта была настолько сильна, что он совершил преступление. В психологии подмена объективной реальности субъективным представлением получила название «Эффект Даннинга-Крюгера» по имени исследователей Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера. Конечно, история с Уэллером исключительная. Однако в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с такой подменой. Верим в то, что не является правдой. Даннинг и Крюгер предположили, что в зону риска попадают люди, имеющие недостаточно способностей. Во-первых, они принимают неверные решения, а во-вторых, не могут осознать, что приняли неверные решения. Гипотеза ученых была подтверждена экспериментами. «Выяснилось, что некомпетентные люди чаще склонны переоценивать свои способности. Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание», — говорил Чарльз Дарвин. В свою очередь, компетентные люди имели тенденцию недооценивать свои способности. Чтобы уверенно шагать по жизни, нужно учиться оценивать себя объективно. Вот три причины, почему это важно. Объективная ментальная модель дает лучшие результаты. Чем качественнее, объективнее модель, тем лучше понимание того, к чему приведут действия. Необъективность мешает личностному росту. Чтобы начать работать над собственными недостатками, их нужно осознать. Увидеть собственного Даннинга Крюгера — важная часть личного развития. Действия необъективных могут нанести ущерб остальным. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Последствия от принятия необъективного решения в масштабах компании, города, страны могут быть огромными. Пять способов повысить объективность. Итак, главный враг личностного роста — эффект Даннинга Крюгера. Он как туман, покрывающий темной пеленой объективность в наших головах. К счастью, существуют эффективные способы повышения собственной объективности. Остановимся на некоторых из них. Учитесь. Образование — это новые знания и навыки. Совершенствуя способности, можно понять, в чем заключалось неумение в прошлом. Используйте качественные источники информации. В интернете можно разместить любую информацию. Всегда делайте скидку на ее достоверность. В научных статьях будет более достоверная информация. Помните, любая модель — это всегда упрощение, а значит, она немного неточна. Говорите о том, в чем компетентны. Иметь свою точку зрения по всем вопросам не нужно и даже вредно. Можно просто признаться, что вы чего-то не знаете. Гораздо интереснее жить и не знать, чем иметь ответы, которые могут быть ошибочными. Говорил лауреат Нобелевской премии по физике Ричард Фейнман. Ставьте под сомнение. Это могут быть как ваши собственные взгляды, так и мнения других, включая догмы. Развивайте критическое мышление. Ищите несовершенство ментальной модели и то, как ее можно усовершенствовать. Найти, в чем мы не правы, — это большая зона некомфорта. Будьте готовы проявлять ежедневный героизм в этом вопросе. Остерегайтесь массовой необъективности. Известно, что в толпе, семья, компания, общественная организация и так далее снижаются внутренние барьеры. Люди порой слепо следуют за лидером, но его мнение не всегда отвечает действительности. Как видите, с объективностью можно работать. Эти методы помогут вам систематически повышать ее. И главным из них являются образования, основанные на качественных источниках информации. Начать работать над собой можно прямо сейчас. Поиск истины — очень увлекательный путь. И начинается он с поиска ответов в самом себе. Путь к себе После посещения лекции, прочтения книги, участия в тренинге, большинство знаний забываются. Возможно, сейчас вы вдохновились, начали выполнять упражнения. Но опыт показывает. Через несколько дней мозг забывает даже те вещи, которые показались нам важными. Человек возвращается в обычную колею. Чтобы этого не произошло, Петр Людвиг рассказывает еще об одном инструменте. Он назвал его «Встречу с самим собой». В сфере развития личностных навыков существует такой метод, как коучинг. Он направлен на активизацию ресурсов, скрытых в нас. Человек сам находит ответы на поставленные вопросы и принимает решения. И это отличает коучинг от консультации психолога или занятий на тренинге, где предлагаются уже готовые решения. При коучинге специалист задает вопросы, побуждающие задуматься о вещах, важных для личного роста. Однако то же самое можно делать самостоятельно. Встреча с самим собой основана на самокоучинге. Для его проведения выберите место и время. Лучше всего, если это будет там, где вас ничто не будет отвлекать. Отключите телефон. Возьмите блокнот и ручку. Сосредоточьтесь на себе и своих ощущениях. Задайте следующие вопросы и запишите ответы на них. Что вам удалось предпринять с момента последней встречи? Как далеко вы продвинулись? На чем хотите сосредоточиться в рамках личного развития? Оцените по десятибальной шкале использование следующих инструментов. Личное видение, список муштра, героизм, внутренняя игра, хомяк-перезагрузка, встреча с самим собой. Напишите, что намеренно сделать к следующей встрече. Обычно самокоучинг продолжается один час. Проводите встречу с собой регулярно, в одно и то же время. Пусть это будет один раз в неделю. Например, в выходной. Двигайтесь вперед. Закрепите свой личностный рост. Практикуйте встречу с собой. Тогда изменения в вашей жизни станут долгосрочными. Чувство удовлетворенности постоянным. Прокрастинация навсегда исчезнет из вашей жизни. Заключение. Как проявляет себя прокрастинация? Человек постоянно откладывает выполнение необходимых дел и переживает из-за этого. В итоге голова полна тягостных мыслей, мешающих яркой и насыщенной жизни. Жизнь проходит мимо. Это главная опасность прокрастинации. Петр Людвиг сторонник комплексного подхода к проблеме прокрастинации. Его концепция состоит из четырех элементов. Они тесным образом связаны между собой и толкают человека вперед по пути личностного развития. Истинная мотивация. Автор предлагает взглянуть на мотивацию под другим углом. В традиционном понимании, как стимула, вдохновляющая или запугивающая человека, она оказалась малоэффективной. Более надежна и сильна мотивация путем. Чтобы запустить ее, необходимо сформировать личное видение. Это ответ на вопрос «В чем мое предназначение?» Здесь поможет свод-анализ, а также составление списка достижений и мотивирующих видов деятельности. Самодисциплина. Есть вещи, которые не могут происходить в жизни одновременно. Или у вас прокрастинация, или самодисциплина. Развитие самодисциплины – второй важный элемент рассматриваемой концепции. Знание физиологии подсказало автору, как прокачать самодисциплину. В основе самодисциплины лежит саморегуляция. Люди с хорошей саморегуляцией могут отдавать себе команды и выполнять их. Такому поведению способствует пополнение когнитивного ресурса и увеличение его мощности, а также выработка правильных привычек. Хорошие навыки можно успешно формировать, совершая маленькие шаги, но каждый день. Радоваться жизни. Третий аспект концепции связан с реакциями на происходящее. Чтобы в трудную минуту не опустились руки, вдохновляйтесь своими результатами. Думайте больше о будущем, причем в позитивном ключе, чем об ошибках в прошлом. Совладать с негативными эмоциями поможет техника внутренней игры. Это сознательная замена негативных импульсов на позитивные. Помните, события, которые происходят вокруг, нейтральные. И только мы присваиваем им знак плюс или минус. Объективная самооценка. В жизни важно оценивать себя объективно. Это четвертый элемент концепции. Чем более объективна оценка, тем лучше понимание, что происходит с человеком и куда он идет. Образование, основанное на качественной информации, лучший способ повысить объективность. Чтобы понять себя, используйте достижения в области коучинга. Устраивайте раз в неделю само коучинг. Это отличный способ достижения личностного роста. Само по себе ничего не произойдет. Только действие меняет нашу жизнь. Решили твердо бороться с прокрастинацией? Это ваше решение и ваш осознанный выбор. Возьмите ответственность за него на себя. У вас все получится. Просто вносите небольшие изменения в жизнь, но каждый день. Продолжение следует... Продолжение следует...